Мы выходим на массовые протесты, потому что в стране нет ни одного демократического механизма влияния на власть, кроме уличных протестов. Институты государственной власти захвачены и под контрольный олигархическим кланом. Поскольку выборы были сфальсифицированы, нынешняя власть нелегальна и нелегитимна. Таким образом массовые протесты имеют полную демократическую легитимность. Все прекрасно помнят, что произошло с политической партией «Патрия» 27 ноября. Сегодня Владимир Георгиевич Плохотнюк, все понимают и все признают то, что сегодня это хозяин страны. Признают в бизнесе, в политике. Сегодня, может быть, кого-то устраивает, чтобы исчез полностью с политической арены филар и остался руководить процессом Плохотнюк. Хочу со всей ответственностью заявить, что вопросом и к ним, и к Михаилу Федоровичу Гимпу, который готов, как он выразился, «Йосен тайм, мы надо нас быть из-за Олегерли, директе, Абшидинтелы, Диваричи, Вену, партий деле проросли на Петере». Михаил Федорович может себе отрезать не только руку. Но прямые выборы президента должны быть. Сегодня есть в Молдове проблема. Это олигархи в лице филар и Плохотнюка. Есть человек, который просто может быть из-за своего возраста, пальцев по святому, который негласно им помогает, это Владимир Воронин. И есть прикольный справа Михаила Федоровича Гимпу, который я, в принципе, готов сохранить справа, защитил в мандате, потому что в любом парламенте нужна веселая позиция. Поэтому Михаил Федорович, в принципе, может остаться. Но сегодня, когда нет реакции властей на украденный миллиард, сегодня, когда произошел инцидент, связанный с Подорией и Домнявской, вся страна это обсуждала три месяца. Сегодня украли миллиард, СМИ об этом долго молчали, а когда заговорили, то есть люди сегодня вообще не реагируют на то, что проходит в стране. Поэтому основная задача этих протестов – это разбудить все граждан Молдовы.